Добрый день, дорогие телезрители! Мы должны сделать все возможное для того, чтобы наши дети росли счастливыми и жизнерадостными. В этот замечательный праздник примите наше самое наилучшее поздравление. Желаем вам отличного настроения, крепкого здоровья, много-много счастья. Пусть на ваших лицах всегда сияют веселые улыбки. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, дорогие телезрители! Добрый день, дорогие телезрители! Добрый день, дорогие телезрители! Добрый день, дорогие телезрители! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня прекрасный праздник, День защиты детей. Мы еще раз сердечно поздравляем всех непосед и почемучек. Желаем радости и веселья, удачи и крепкого здоровья. Пусть жизнь вам кажется сказкой. Пускай на мирном небе всегда светит солнышко, согревая вас нежным теплом. И сейчас представляем вашему вниманию музыкальные номера в исполнении танцевальной студии «Таис». Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 красивая, то есть, чуть-чуть телефон нужно будет поднять, а то мы вас видим тоже, наполовину только, вот, замечательно, Галина, как ваше праздничное настроение, несмотря на то, что мы не отмечаем его так массово в связи с пандемией сейчас, но все-таки чувствуется вот сейчас, что вот сегодня праздник, дети как себя чувствуют, я бы хотела, чтобы они тоже поделились своими эмоциями праздничными с нашими телезрителями. Да, Лаура, прекрасный праздник, день защиты детей, несмотря на сложившуюся ситуацию во всем мире, мы пребываем в прекрасном настроении праздничном, и мы для вас приготовили поздравление, мы хотели бы вам вот его продемонстрировать сейчас. С удовольствием послушаем, только камеру, пожалуйста, чуть-чуть подальше и поднимите повыше, чтобы видимость была хорошая. Вот, теперь хорошо, но надеюсь, у вас так же будет слышно. Слышно? Все слышно. Отлично, ну мы тогда начинаем. Ассамблеи народа Казахстана, Западной Казахстанской области, поздравляю всех с Днем защиты детей, с началом лета. Наш дружный коллектив ансамбля «Лашкария Николашка» желает вам дружбы, мира и добра, счастья, радости, успехов в учебе, исполнения советных желаний, облада нашей страны. Мире Казахстана! Спасибо, молодцы! И теперь музыкальный номер. Мире Казахстана! Мире Казахстана! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Галина, мы благодарим вас за участие в нашей передаче. Спасибо вам за такие яркие эмоции. Я обязательно не сомневаюсь и уверена, что в скором времени мы увидимся с вами в студии и сможем уже послушать вживую ваше выступление. С праздником еще раз. Благополучия вам добра, счастья и всех земных благ. Всего доброго. Что ж, а мы продолжаем нашу передачу Куншуах в прямом эфире. Дорогие друзья, напоминаю, средства нашей связи. 285869 номер прямого эфира и номер ватсапа 83726415. Вы также можете сегодня поздравить всех детей с их праздником, с Днем защиты детей. Перед каждым вторым пользователем социальных сетей рано или поздно возникает вопрос, как снять смешное видео в Инстаграм. Юмористические вайны стремительно набирают популярность за короткий срок. Ссылками на такие ролики делятся в социальных сетях и отправляют друзьям и знакомым. Они помогают, конечно же, отвлечься, посмеяться и поднять настроение после тяжелого трудового дня. И мы бы хотели вас познакомить с одним талантливым юношей из нашего города. Это Станислав Климов. И я не сомневаюсь, что его позитивное видео, снятое именно про детей, поднимут вам настроение. Итак, внимание на экран. Пап, а ты помнишь, мне говорил, что ты в мороз в проруби купаешься? Да у меня вообще пуфик мороз, я же в каменьке рос. А ты сегодня будешь купаться? Сегодня? Сегодня, наверное, нет. У меня насморк, что ли? А нам говорили в историю, что на дне воды есть шлем золотой. Золотой шлем? Да. А да я пошел купаться. Ты просто космос. А вот и сам Станислав Климов сейчас у нас на связи. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Вы с нами? Да, 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 как меня слышно? Мы хорошо слышим. Вы установили телефон? Сейчас установим, все будет хорошо. Мы ждем, ждем. Время идет. Стас. Ой, я бааа. Как вам обращаться лучше, Стас, Станислав или Стасик? Как вам нравится? Петрозинка. Вы человек с чувством юмора. Мы сейчас просмотрели ваши видеоролики и ваш вай, вернее, будет так правильнее звучать. Вы снимали это с сыном, Стас? Да. Это ваш сын? Да. Скажите, пожалуйста, вот сегодня праздник, День защиты детей. И мы обратили внимание, что в своих видеороликах, в вайнах вы часто уделяете именно внимание детишкам. Это так? У вас много снятых вот на эту тему роликов? Я думал, спросите, много детей. Нет, детей у меня не много, и роликов тоже не так много пока. Ну, чем вас привлекают эти темы? Откуда вы вообще берете идеи какие-то там? Это же ведь ваша сфантазия. Ну, для меня снимать про детей, дети, они же у них энергетика такая легкая. Ты сам как ребенок становишься рядом с ними, и нравится их радость, искренние радости, что они задействованы, смеются по-настоящему. Ничего пошлого, просто смешно, прикольно настроение. Дарю им и себе, мне поэтому нравится. Я даже к родственникам хожу, общаюсь только с детьми. С родственниками особо не люблю, потому что они все совсем вот по-другому говорят. А сами вы какой были ребенок в детстве? Каким были? Можете тоже вспомнить, может быть, какие-то смешные эпизоды, истории из вашего детства? Ведь есть такие моменты, которые мы запоминаем на всю жизнь, да, сколько бы нам лет не было? Ну, да, были моменты, конечно. Я мог не пойти в школу иногда, уехать кататься с дальнобойщиками по трассе. Ну, это плохой пример, конечно. Но был такой момент. В школе, в младших классах, я был хуэнский, короче, хулиган. И пришла комиссия с района, и был такой вопрос, как у нас обстоят дела в школе. Ну, я обычно что-то могу ляпнуть, и я встал с места, и учительница рассказывает уже на выпускном. Нынешняя она зам Акима района, Людмила Сетовна, она говорит, я думаю, капец, сейчас всю школу перевернешь своими словами. А я обратно начал благодарить за таких учтей. Ну, короче, неожиданно я повернул свое мнение. То есть вы были не совсем, скажем, примерным учеником в школе? Да, скажем так. Вот как вы себя охарактеризовали в детстве? Учителя каким вас запомнили? Ну, а учителя как они говорят? Ну, украинщик был хулиган, был хулиган. Ну, были у меня любимые предметы? Ну, конечно, сказать, что я был отличником и не был хулиганом не могу. Но на детство, детство должно быть такое же. Интересно, запоминаю. Ну, почему вот именно вы выбрали вайны? Скажите, пожалуйста, чем вам понравилась данная тематика блогерства? Вот вы же себя продвигаете сейчас как вайнером? Ваши ролики набирают очень большую популярность в социальных сетях. Да, чуть-чуть там много набирают. Если тематика задействует... Как вам сказать? Если, допустим, я снимаю вайн, я не пишу сценарий, я просто шучу с людьми. И если эта шутка проходит, то есть на ней люди хотя бы улыбнулись, значит, я ее задействую в сюжет и быстренько снимаю. И я посмотрел, снимаю в других городах, в Алма-Ате, в Астане, и так подумал, а почему бы я не могу? Почему бы ты или ты кто-нибудь не сможешь так же? Чем я хуже или лучше? Я сниму. Кому-то понравится, кому-то нет. У всех взгляд на юг раз. Вас изменила каким-то образом популярность? Вас узнают сейчас по вашим вайнам все-таки? Ну, есть иногда, здороваются, подходят, я не знаю, кто это. И я говорю, а-а-а, да, все, я вас читатель, я ваш подписчик. Я говорю, а-а-а, все, все хорошо, хорошо. А как родные, близкие, как ваши друзья относятся к вашему такому необычному увлечению? Потому что ты редко встретишь вайнеров у нас в Уральске, которые постоянно продвигают свои ролики. Меня супруга поддерживает, она говорит, что она говорит, тебе если нравится, я вижу, что ты от этого веселее становишься. Включаешь удовольствие. Да, глазки горят и все такое. Ну, мне это нравится. А осуждение окружающих я особо не прислушаю. Но есть такие у меня одноклассники, говорят, тебе уже 30 с хвостиком. И типа, зачем такое снимаешь, это же не смешно, это нелепо, ты же взрослый. Серьезными делами займись, от которых надо прям в любой ситуации быть серьезным. А я, мне не нравится это, я хочу вот снимать, прикалываться, отдарить людям, улыбить, сам улыбаться. Стас, давай посмотрим сейчас еще твои вайны на детскую тематику. И далее мы продолжим нашу беседу, вы тоже сейчас можете вместе с нами посмотреть. Итак, внимание на экран. Балан, бұл саған, сыр тарвыз. Монандай апельсин, мен жегін келмейді. Онын дәмі ончаймес. Осындай, осындай шоколад. Азындай жетім, ну, жемев, керек емес маған осындай. Балан, бұл саған, қаладам айазата, селып бұл жерен. Ме, Рахмет, анасын, муна күсті-күсті аппесин, мен деген бұржылдай зеген оңға. Нефтүрлі шоколад. Анашым, Рахмет, мен оны бұржыл күттім. Менен оны кішкенеден степ-степ жием бар. Улкен, Рахмет, саң, улкен. Пап, а ты в детстве умел плавать? Да. А какими видами? Ну, там, брасом, батерфляй. Да, ты чё? Да, ещё кролем, ещё как по-собачьи умею, ещё как дельфин, ещё по-всякому-всякому умею. Ты только летом плавал или зимой тоже в проруби плавал? Ну, я и летом в жару плавал, и зимой в мороз. А вообще, пофиг мороз, я же в посёлке рожал. Да, Мур? Да. Ну всё, я пошёл плавать. Ладно, ладно. Стас, спасибо, подняли настроение нам сейчас. Скажите, пожалуйста, откуда вы берёте темы для своих вайнов? Ну, как мы поняли, конечно, они все взяты из жизни. Вот первый вайн про современных детей. Какие они сейчас современные дети? Каким вы были и сейчас какой ваш сын? Это чисто из ваших наблюдений было снято? Да, ну, из общих наблюдений, конечно. А вот я смотрю, шоколад на Новый год выбирают они. И такая у меня мысль пришла. А чего они выбирают? Мы же раньше не выбирали. Что нам дарили твои единицы. Кроме, хорошо. Я не знаю прям. А они выбирают. Я это не буду, это не буду. Но я объясняю, что даже малому надо радоваться. Я, конечно, объясняю всё это. Но мысль пришла, я снял быстренько, прям буквально прям. Я на Новый год два вайна снял. Резко за два часа два вайна снял. Всё. А про речку я снимал. Тоже на речке были мысль пришла. А почему бы нет? Думаю, будет смешно, не будет. А зато ребёнок задействован, он довольный. Он в ролях, короче. Он уже чувствует себя в ролях. Ну, а плавать вы умеете на самом деле? Ну, я, конечно, умею. Или как на этом? На вашем видео только. С баломчиком. В посёлке нас учили же как в воду кидать прям в центр. И как хочешь, выживаешь, выплываешь. То есть самовыживание. Но... Ну, не знаю. Меня так не кидали в воду. Ну, какие ваши годы? Вот там, получается, я просто хотел показать, что некоторые ежи, которые типа умеют плавать, прыгают со страшной силой. И выныривают, а дальше не плывут. Ну, я просто, такой юмор своеобразный. Ну, он зашёл, многим понравилось. Доброе видео такое, лёгкое. Всё такое особенно. Вот в этом видео про речку многим понравилось. В тот момент, куда мы петличку прицепили. Вот у вас петличка прямо вон там прицеплена. А у нас прямо на тело была прицеплена. То есть прищемило. Мы продолжали улыбаться. Но это было не смешно. Ну, мы были, короче, так настроены. Вот. Стас, скажи, пожалуйста, вот как... Сколько времени уходит, чтобы записать вот одно видео, один ролик? Ну, если он масштабный, скажем, да, его охота, там, чтобы много ракурсов было, там, куда-то людей задействовать. А если... Это долго. А если, допустим, быстро, я могу за час снять и смонтировать быстренько. Часа, час, полтора уходит. Музыку наложить, там, звуки, где сбрать, где добавить, где тексты добавить, аккаунт, всё такое. Кстати, я могу многих, кто хочет в Вайнах снимать, вместе со мной снимать. Я всегда рад новым людям. Кто хочет, обращайтесь, пишите. Вот сейчас какие темы на Ура у вас проходят? Наверное, связаны с карантином? Или вы не снимали еще Вайна на эту тему? Ну, я особо не снимаю такое, естественно. Не сильно хочу. Почему? Потому что не совсем смешно это всё. Ну, просто дома сидят людям скучно. Я снимал там ролик про спортсменов в момент карантина, потому что он якобы спортсмен в начале карантина, а в середине он уже не хочет быть спортсменом. А в пандемии, конечно, это всё неприятно, но я думаю, надо чуть-чуть край задевать, снимать, но не так, чтобы прям уже буквально. Ну, вот какие советы вы дадите начинающим Вайнерам? Как продвинуть свой блог и стать тысячником? Ну, они могут, например, сделать контент интересным. Ну, кому-то же юмор, чей-то прикол интересен. Допустим, я пошучу сейчас про телеведущих. Вам будет не смешно, потому что я вас зацеплю, а им будет смешно, допустим, со стороны зрителей. Так же и не для всех проходит. Я для начинающих хотел бы посоветовать снимать всё актуальное, не конкретно про какую-то профессию, а актуальное, что им нравится, чего они в жизни прочувствовали. И для них смешно про их профессию, скажем, про их детство, отношения к родителям можно специально снимать. Я всегда готов помочь, выложу тебе у себя в сторисе. Я любого пропиарю, что я всегда полдайма, особенно у всех, кто не стесняется, начинается. Ничего сложного в этом нет. Всегда можно отойти, если не понравится. Но лучше, ты это канал. Ну, у нас вы можете тоже экспромтом нам, может быть, что-то сказать, поздравить наших телезрителей, вот как вайнер, вот как бы вы поздравили. Сейчас с Днём защиты детей. Всех телезрителей нашего телеканала. Акшейк. Давайте, вы сейчас оденете усы, я представлю, что вы Якубович. Я пользуюсь моментом. Хочу передать привет всем уральским, всем землякам. У нас телеканал только уральский показывает. Своему родному поселку, Тоскалинский район, село Амангеды. Я всегда об этом говорю. Не стесняюсь, что я выходить из села. Хотелось бы поздравить, пользуясь моментом, передать привет своим детям. Их зовут Арон и Мила. Я обещал. Немножко волноваюсь, потому что это же у вас серьезная передача. И хотел бы поздравить всех, кроме Балдар Хорхау Кудумин. Всех поздравляю с детским праздником. Всем улыбок, радость, счастье. Улыбайтесь. Только и по поводу, и без поводу. Пускай будет много всяких ярких, красивых дней. Смотрите прикольные видео. Не смотрите негатив, он просто плохо влияет на человека. Смотрите, все смешное. Смотрите куншуак. Тут всегда смешно. Вы в эфире и заряжайтесь положительными и позитивными эмоциями. Эмоциями. Все, все. Я зарядился, вот как бы не разрядиться. Станислав, мы благодарим вас за участие в нашей программе. Спасибо вам за то, что вы подняли нам настроение. Тоже хотим поздравить с праздником ваших детей, всех детей еще раз в нашей области. Пожелать всего самого-самого наилучшего. Еще раз благодарим вас за участие в программе. Спасибо. Больше улыбок, больше улыбок, счастья. Всего доброго. До свидания. Что ж, мы продолжаем нашу передачу. Сейчас сразу после музыкальной композиции мы вернемся к нам в студию. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Жизнь новым смыслом и радостью дарила лишь положительные эмоции, давала вдохновение. До свидания и до встречи в эфире.